Отправьте, пожалуйста, на бумаге важную информацию А это для чего? Для чего? Если, конечно, вы меня сейчас заинтригуете и скажете, что действительно по телефону это важнее передать, чем на официальном документе официальную информацию, то, конечно же, я сейчас тут же ее позову к телефону. Стой, стой, нечего, 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 вот сейчас будет... Замечательно, пригожите ее к телефону, пожалуйста. Так нет, ну давайте, объясните, для чего это нужно мне сделать. Я буду объяснять Татьяне Михайловне. Нет, вы не будете объяснять, пока я ей трубку не передам. Вы сильно переоцениваете свои возможности, Виталий. А кто вы кем не приходите, почему вы препятствуете общению с ней? Я не препятствую, почему? Дет сказал, я наоборот вам говорю, очень эффективный способ общения. Какое препятствие? Я наоборот помогаю вам. Всего доброго, свидания. До свидания, Виталий. Давайте мы вам перезвоним. Вы корректно можете... Что вы сделаете? Может что-то... Мы вам перезвоним. Перезвоним? Ударение на О? Ебаный в рот, так как так-то... Ну перезвоньте, перезвоньте. Откуда вас берут? Перезвоним в департаменте. Нет такого слова в русском языке. Перезвоним. Нет такого слова в русском языке. Перезвоним. Ей слово перезвоним. Позор! Что вы можете важного передать? Ни в коем случае я не дам ей возможность разговаривать с такими бездарями из департамента. Перезвоньте. Перезвоньте к доктору. Позорище какое, а? Она из банка звонит и говорит, перезвоним. Это вообще... Это неслыханно. Позор какой, а? Хорошо, я инфицирую эту информацию. Ой, идите вы там, утопитесь где-нибудь. Это вообще... Это отжиг, друзья. Это отжиг. Просто перезвоним. Я думал, я ослышался. Сергей Владимирович, если вы хотите иронизировать, говорить ни о чем, там, ни по теме, что-то другое обсуждать, или вы думаете, что я сейчас буду, не знаю, там, ввестись на какие-то ваши провокации, то вы ошибаетесь. По существу, по факту... Какие провокации, вы в своем умеете, девушка? Я вам четко, конкретно... Я вам еще раз даю вопрос. 23 765... Давайте мы с вами договоримся, что вы должны для себя усвоить, что все эти вопросы я чуть ли не наизусть уже знаю и ответил и досудебному отделу, и судебному. Сергей Владимирович, вы должны для себя усвоить и заучить наизусть. Хотите, можете на стикерах себе дома наклеить. Так, так, что именно? Вы не вернете, вам будут поступать звонки и будут там задавать те же самые вопросы. Ой, как вы меня напугали. А по-вашему, это серьезные санкции? А вы не пробовали изменить погоду над моим домом? Это вот, может быть, действенно будет вместе со своими коллекторами. Прямо над моим жилищем изменить погоду. Если вы такие мощные, если вы считаете, что ваши звонки действительно могут что-то изменить, так вы договоритесь со Всевышним, начните ему звонить, блядь, и говорить ему, что дождь нужен над домом этого, без перерыва. Прямо они звонки будут продолжаться. Алло. Я слушаю вас. Здравствуйте, Альфа-банк, департамент дескания посвященной задворности, старший специалист Руслан Рязгин, Андрей Евгеньевич, что вы? Старший над кем? Да, это я. Андрей Евгеньевич, 53-й... Судя по голосу, ты какой-то сопляк, никакой ты не старший. Ну, нахрена говорит старший специалист? Ну, старший подразумевает, что у тебя в подчинении есть кто-то еще. Кто у тебя может быть в подчинении, кроме твоих блох? Не понимаю, откуда вы их только берете? Андрей Евгеньевич, корректно вы рождаете... А что некорректного? Я констатирую факт. Ты сам начал, ты сам спровоцировал эти вопросы. Старший. Ну, кто у тебя может быть в подчинении? Кто может быть младше тебя? Куда уже хуже, куда уже ниже? Андрей Евгеньевич, успокойтесь, водички попейте. Сами дальнейшие... Какой водички? Нормально у меня все, я не хочу воды. Не восстанавливается, всего доброго. Тебе надо касторки попить. Слышишь, да, старший? Чудо-юдо. Вот по голосу какой-то сопляк там сидит старший. Да ты говори нормально, говорилка вас беспокоит. И все, с альфа-банка. Выше не взяли, ниже некуда. Хоть куда-то взяли. Да? Ну, ты же вот на связи, ты же слышишь меня. Скажи что-нибудь, хрюкни. Андрей Евгеньевич, дайте звонка. Какого звонка? Еще от одного старшего? Ты же самый старший там, куда? Или помощник твой позвонит какой-то? Вообще дно позвонит, да? Всего доброго. Хотя куда уже глубже. Ну, что такое, по-твоему, департамент? Саша. Так же, я вам объясняю. Есть департамент выездного взыскания. Понимаете? Да вы ебнулись там что ли, блядь. Это вы так называете свои богадельни, блядь. Как вот мальчишки, которые, блядь, палки автоматами называют. Ну, это как минимум, блядь. Вот смотри, я при тебе открываю Википедию и читаю, что такое департамент. Хочешь, блядь? Мне... Да, это отделение в переводе с французского. Но отделение, которое занимается административно-территориальная единица в отдельной взятой стране, на которую возлагается контроль, осуществление деятельности по внутриполитическим и внешнеполитическим аспектам данной конкретной страны. Не только страны. А ты еще сказал, что есть департамент выездного взыскания? Не только страны, говорю, но и организации. Да нет, страны, потому что департамент это четкое конкретное подразделение. И не может департаментом называться все подряд. В департаменте работают люди с высшим образованием, имеющие профессиональный опыт, дикий, огромный, большой. Мне ответите, пожалуйста, на вопрос. Вообще на каком основании задерживаются чужие денежные средства приезжающим Альфа-Банку? Чьи чужие? А в каком смысле чужие? Чьи они? В прямом смысле от кредитных денежных средств приезжающим Альфа-Банку. Ну это чужие, я считаю, это вот конкретный Пупкин Иван Иванович. Достал мне из кармана свои деньги, я им забрал. Тогда я не возвращаю ему деньги, это долг. А у банка своих денег нет, никогда не было. Нарисовали на компьютере, человека загрузили, какой-то не имеющийся на самом деле ответственности. И теперь говорят, удерживайте деньги. Мне банк ничего не давал, попробуйте доказать, что мне банк что-то дал. То, что я пользуюсь своим расчетным счетом, который я сам открыл, а не кредитным счетом, это уже дело такое, мое личное удерживаю. Ничего я не удерживаю. Я своими средствами пользуюсь. А, Сергей Владимирович, это не, подождите, это кредитные денежные средства, это не ваши денежные средства. А как они оказали, как вы докажете, что они кредитные? Они на кредитный счет зачислены были? А слушайте, вы вообще слышите сейчас о чем говорите? Конечно, я вам четко, конкретно, в конструктивном формате отвечаю. Вы мне говорите, это кредитные средства, я вам четко, четко отвечаю. Потому что вы задаете вопрос, я вам отвечаю. Вы сотрудником банка являетесь, во пределах, что это не денежные средства? А что, это какая-то секретная информация, которую знают только и исключительно сотрудники банка? Эту информацию я вам так скажу, не знают только идиоты уже теперь. Уже все знают, что судный счет открывается человеку для того, чтобы туда поступили кредитные средства. По заявлению этого же человека открывается расчетный счет, куда по распоряжению этого человека с его судного счета поступают деньги. И это будет уже называться сделкой возвратной, заключенной на условиях возвратности. Но перед этим эти деньги должны поступить с курсчета на судный счет. Этого не произошло просто. У человека открывается расчетный счет, и на нем откуда-то там вдруг появляется некая цифра. Проследить этап, откуда она появляется, банк не может. А человек не хочет, потому что проследить это невозможно. Бухгалтерская последовательность не соблюдена. Не знаю. Вашу позицию я поняла. Отлично, очень хорошо. Жду окончательного требования на бумаге. Давайте своего рыцаря с грамотой на коне называемого. Так всегда будете общаться монологом. Не давайте сказать ничего. Так я что, думаете, не знаю, что вы мне там скажете, что ли? Или вы думаете, что вы первая мне звоните? Серьезно вы себя сейчас ведете? А как мне надо? Стоять и слушать, как вы попугайничаете, что ли? Я знаю, что вы будете попугайничать. Я вас спасаю. Вы продолжаете названивать и задавать. Да я не мог, я не хочу этого делать. Почему не хочу? Я уже много раз... Не можете и не хотите. Не хотите, да что, откуда вас берут? Одна говорит, что перезвоним. Это не хотите мне. Откуда вас набирают? Что, деревня? Вы что, совсем там уже, что ли? Андрей Иванович, требования банка от оплаты... Ну и что? Максимум предоставленный банк. Ну и что? Готовы оплачивать вашу задорность? Фиксируй отказ от оплаты. Чем отличается портфель от портфеля? Андрей Иванович, чем отличается ваш долг от ваших обязательств? Я первый вопрос задал. Давайте ответьте, а потом я отвечу. У вас есть долг в банке, есть обязательства в банке, которые вы не исполняете. Да. Долг вы не погашаете. Вот это их и объединяет. Основание не оплачивает. Вы сами говорите, у вас нет. Вот это их и объединяет. Так оплачивайте. То есть они ничем не отличаются. А вот чем отличается портфель от портфеля? Чем отличается портфель от портфеля? Андрей Иванович... Потому что в портфеле носят документы, а в портфеле документы. Вот, это про вас. Хочете? Эх, бездаря. А что на работу на нормальную не пойти? Вот у тебя в деревне, в твоей же есть работа? Андрей Иванович, вопрос к вам. Почему же вы не оплачиваете? Андрей Иванович, в какой ты деревне? Что, нет работы никакой? Как финансово грамотный человек, вы понимаете, что у вас есть обязательства перед банком. Зачем ты это все говоришь? Зачем ты мне все это говоришь? Ты все равно ничего не решаешь. Как бы я не ответил на твой вопрос, как бы я не среагировал на твои выпады, вот эти вот, демонстрацию якобы умного сотрудника. Я четко понимаю, что ты безграмотная девочка. Образования у тебя нет. В лучшем случае 10 классов. Да ты что, старый? Живешь ты в какой-нибудь неблагополучной семье. А что, умел что ли? В которой тебе родители не умудрились дать элементарного воспитания, для того, чтобы ты могла двигаться по жизни подальше, чем сотрудники. Какое же это оскорбление? Тебе правда считается оскорблением? Или ты хочешь сказать, что ты в интеллигентной семье воспиталась, где были тебе внушены определенные ценности, и у тебя есть высшее образование, еще и профильное? Могли найти, как состоящийся человек, могли найти средства и оплатить, что вы не делаете. А с чего ты взяла? Не исполняйте, не обязательно, перед банком. Кто дал тебе полномочия вот эти градации расставлять? Неужели ты такой философ, гору, который взял на себя вот эту дикую ответственность людей разграничивать на достойных, либо недостойных? Андрей Иванович, вы взрослый человек, понимаете последствия ваших действий? Понимаю, поэтому ничего не делают. А какие последствия, по-твоему, меня ждут? Максимум, что вот из-за этих последствий... Данная ситуация будет продолжаться. Ну, вот такие вот будут звонить почете из департаментов, да? Тут звонила одна, она перезвонить мне пообещала. Противность арест имущества запретом его использования и изъятием согласно статье 140 Гражданского кодекса. Чего? По-своему, чем производстве. 140 Гражданского кодекса? Ты перепуталась с... Кстати, 140 Гражданский кодекса, есть к федерации. А, так. Знакомьтесь внимательно. Может быть, ты про федеральный закон номер 229 и статья этого закона хотела сказать что-нибудь? Об этом, да, закон об исполнительном производстве, номер 229. И там есть статьи. Но это не Гражданского кодекса имеется в виду. Я могу ошибаться. У меня сейчас под рукой нет шпаргалки, как у тебя. Понимаешь? Ну, помимо этого, я точно знаю, что в Гражданском кодексе, помимо того, что тебе написали у тебя в скрипте, есть еще более полутора тысяч статей. Если ими умело пользоваться, либо обращаться к специалистам, то ни хрена вы с меня не взыщете. Если физическое лицо само все... То есть в добровольном порядке возвращает средства... А это не имеет никакого значения. В добровольном порядке вот этот ваш термин, он на самом деле самый невыгодный. Гораздо проще на самом деле дождаться суда, в суде по 333 статье, отменить все эти ваши неустойки, все эти ваши хотелки. После этого пойти в судебном... Почему вы перебиваете? Вам не хочется это слышать? Вам не хочется это слышать? А вот это вот самый идеальный вариант. Обалденный, это просто... Если вы начнете двигаться в сторону переуступки, в сторону переуступки, то это самый идеальный вариант. Просто шикарный. Да, решайте, решайте. У вас есть два варианта. Либо переуступка, либо в суд. Более у вас вариантов никаких нет. И тот вариант, и этот вариант меня устраивает больше, чем та возможность, о которой вы сейчас говорите. Та возможность, которая сейчас у меня есть по вашему выводу, это самая невыгодная возможность, самая худшая возможность. Именно в этом смысле человек как раз таки будет платить бесконечно долго. А если вы окажетесь в суде, и я вас встречу, и у нас будет истинно состязательный процесс, то я поборюсь еще за свои права. Это раз. Во-вторых, сумма долга будет зафиксирована, и у судебного пристава будет мною достигнута договоренность об оплате комфортными платежами. Для этого у меня есть все инструменты. Тот самый гражданский кодекс, который... Это кто сказал такую ересь вам? И почему вы в это верите? Это ваше мнение, которое не подтверждено, не подкреплено ни одной статьей. У нас нет долгового рабства, уголовного наказания за невыплату кредита у нас тоже нет. Никто не может обязать человека делать то, что он не может сделать. Нарушение вот этих финансово-денежных отношений это простой гражданский кодекс. Трубочкой можете передать? Это я могу сделать. Трубочкой передать, можете? Заверяются все ответственности, я это могу сделать. Хотя вы же сомневаетесь, можете вы слышать или как вы будете говорить, если вы сомневаетесь, возможно, все услышите. Нет, я не сомневаюсь. А что спрашиваете тогда? Извежливости. Что смысл? Ну при чем здесь вежливость? Как принято. Принято так? Нет, так не принято. Так принято доктору. А где? А как правильно? Научите, пожалуйста. Как спрашивать человека? Ну просто элементарно. Представиться, здравствуйте и попросить к телефону того-то, того-то и все. А что за глупости? Могу я услышать? Откуда кто знает? Можете выслушать или нет? Неожиданно? Передайте, пожалуйста, трубочку. Ирина Владимировна. Видите, как просто. Я с ней поговорю. Ничего. И на какую тему? Для регулирования финансовых вопросов. Ага, для регулирования. Регулирования. Ну, знаете, у нее все хорошо. У нее все отрегулировано. А у вас свои какие-то вопросы финансовые не разрегулированы, да? Ну, вы сами свои вопросы регулируете. И на чужие плечи свои проблемы перекладывать не нужно. Угукать тоже некрасиво. Да-да, некрасиво. Хорошо. Действительно. Ну, вы передайте ей, чтобы она на всякий случай все равно отслика денег связалась. А это еще на какой такой случай? Ну, мало ли что. Вдруг она захочет. Ну, если что-то случится, свяжется. Что еще раз? Если что-то случится, свяжется. Если вот что-нибудь будет касаться вот этой вашей лиги денег, то свяжется. А, ну, хорошо. Ну, давай пока. Всего доброго. И вам тоже. Здравствуйте, Иван Александрович. Все верно? Конечно. Это банк Уралсип. Меня зовут Васильева Дарья Сергеевна. Удамляю разговор записывается. Даша, Даша. Даша. Не отворачивайся. Я платилен. Почему ты отчасти пропадаешь? То есть, то тебе нет. Почему не оплачиваете задолженность? ХЗ. Что это значит? Была бы ты мальчиком, я бы сказал тебе. Знаешь, когда переписка там пишут, знаю, чтобы не материться реально. Потому что ХЗ. Это аббревиатура. Первая буква ХЗ. Вы сейчас с кем разговариваете? С вами? С тобой, Даша, с тобой. Ты спросила, что означает ХЗ. Я же не буду тебе говорить хуй знает. ХЗ. Ты говоришь, что такое ХЗ? Я тебе сказал, хуй знает. Не рычите. Нет, нисколечко. Чего ты взяла? С вами на ты не переходили, Иван Александрович. О, сорян, извини. Я у тебя забыть спросил. Что просить? Забыть спросил. Спросить забыл. Заплитык языкается у меня. Ну что там, давай, а то я волнуюсь действительно сильно. Вам смешно? Конечно, что-то не видишь. Ты разве не понимаешь, когда человек смеется, когда плачет? Смех без причины, Иван Александрович, все знают, что означает. Признак дурачина, я знаю, я по причине смеюсь, я над тобой смеюсь. Если ты думаешь, что ты не смешная, то ты ошибаешься. На данный момент вы не в том положении находитесь, чтобы смеяться. Да, это только несчастные и бедные жертвы считают, что им надо плакать. На данный момент 32 700 рублей. И что, мне надо плакать теперь из-за этого, что ли? Из-за того, что мне какая-то свирепая Даша позвонила, которая думает, что я с ней на выбору. А плата до завтра от вас поступит, Иван Александрович? Нет, Даша, нет, нет, не поступит. То есть я отказ фиксирую, да, от оплаты? Да что хочешь, то я фиксирую, до щелчка. А вы не задумывали, что знакомство с третьими лицами не всегда оставляется? Это по адресу вашей регистрации. Это по адресу вашей регистрации. Знакомство с кем? Что оставляет? Какой осадок? С третьими лицами? И в дальнейшем, как показывает практика, должники так не смеются, Иван Александрович. А наоборот, не поступит. Я первый, по-твоему, знакомство с третьими лицами оставляет неприятный осадок. Дурында, ты что, не угрожаешь, что ли, или что сейчас? Осадками своими, блядь. У тебя в голове вместо мозга осадок какой-то, плесень, блядь. А проживаете там же? Да там же там. Ничего не менялось. Ой, насмешило, а. С кем проживаете, Иван Александрович? И ты говоришь еще без причины. Так вот, предупреждайте супругу, соседей. Не нервничай, все хорошо. Скоро это кончится. Чуть-чуть еще и выключишься. Все хорошо. Будете ли вы так разговаривать, как сейчас, разговаривать с тобой? Да не волнуйся ты так, аж слова забываешь. Подожди, я сейчас не воспринимаю то, что ты говоришь вообще. Давай еще раз. Когда приезжают сотрудники, должники ведут себя совершенно иным образом. А ты что, с ними приезжала, что ли, с этими сотрудниками? Ты видела, как себя должники ведут, что ли, или что? Ожидайте выезд, да. Ожидайте. Давай еще раз. Я ничего не... Я просто пропустил всю информацию. Ничего я вообще не усвоил. Про вот этих осадок ты выдала. Не знаете, какой осадок остается после встречи с третьими лицами. Даша, давай еще раз. Я ничего не понял. Может быть, ты меня убедишь. Да я пойду, да заплачу. Хрен с ним с этой тридцаткой или сколько там. Ой-ой-ой, откуда вас берут таких самоуверенных, а? К нам нас сидит, слушает. Не выключается. Пускай повисит на линии. Так вы по какому вопросу, сударь? Вы займ свой не оплатили, который брали у нас. Какой такой займ? Ой, ё-моё, Сергей. Ой, простите, Сергей Николаевич. Ой, заработался. Ой, 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 ой. Алексей Михайлович, это такой спектакль, что ли? Где спектакль? Какой спектакль? Не понял. Да я правда, я правда с этой работой, диссертацией. Ой, да еще на огороде постоянно то одно, то другое. И, короче, ладно. Теплица у меня, понимаете, дружи? Ой, сударь, теплица у меня, она ее постоянно ветром рвет, а у меня там рассада экспериментальная. И вот эти туда сквозняки, снега, слава богу, нет так много, чтобы рассад... Ой, я постоянно и днем, и ночью в бегах, в бегах... Стоп, 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 стоп. Вы мне говорите, так, Сергей, да, я натура увлекающаяся, натура увлекающаяся, поэтому вы мне просто так говорите, стоп! И все. Стоп! Я сразу вспоминаю, что мы с вами о канифоле разговариваем. Ну, это мне с бухгалтером-то надо согласовать. Я же не думаю, что у нас в наличии есть свободные финансы. Так, слушайте, Сережа, Сережа, а вы приедете сами? Сережа сдулся. Пошел паритянки наматывать. Ну, я не знаю почему-то информацию, пожалуйста, номер телефона запишите, чтобы он нам перезвонил. Вы знаете, Аркадий Шерифович, я понимаю, что в вашу компетенцию не входят такие судьбоносные решения, но так или иначе попробуйте найти человека, который способен понять одну простую вещь, что все переговоры, связанные с финансами, в том числе между юридическим лицом и физическим лицом, должны проходить исключительно на бумажных носителях. В этом случае они будут нести юридическую силу, а телефонные переговоры уместны только на кухне. Правильно, но не сейчас. Совершенно верно. Вы являетесь каким-то давительным лицом, пожалуйста, доверенность в отделении Сибирбанка, чтобы была возможность с вами разговаривать. Я не пытаюсь с вами установить устный диалог. Я с вами не пытаюсь устанавливать устный диалог. Вы не перебиваете человека. Зачем вы перебиваете, Аркадий Шерифович, меня? Еще раз повторюсь. Зачем вы перебиваете меня, Аркадий Шерифович? Почему? Кто вам дал право? Вы гораздо моложе меня, судя по голосу. Вы не имеете права вообще собеседника перебивать, так как вы... Вы будете говорить о возрасте? Я буду говорить о возрасте в том случае, когда захочу это делать. Судя по голосу, вам далеко еще до возраста в 50 лет. Если все-таки говорить о возрасте, еще раз повторюсь, информацию примите, пожалуйста. То, что вы сейчас несете, юноша, не имеет никакого логического веса. Вы сами себя слышите? Я еще раз повторюсь. Зачем вы это повторяете? Зачем вы это повторяете? Я вам дал четкий развернутый ответ на ваши. Я вам еще раз повторю. Если вам больше нечего сказать, пожалуйста, выключите свою аппаратуру, передайте тому, кто имеет полномочия принимать решение, что все взаимоотношения впредь с нашим клиентом, любой кредитор, в том числе и Сбербанк, будет осуществлять согласно 165 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. А именно на бумаге. Вы меня услышали? Вы меня поняли? Чтобы с вами на бумаге какие-то вести, переговоры. Вы можете написать заявление, ультиматумы, возражения прямо на адрес нашего клиента. Клиент нам передаст, мы ему поможем составить ответ. Я не кричу, я говорю внятно, чтобы вы наконец-то начали соображать, юноша. Вы меня слышите? Вот, тот самый случай, когда подорвало у человека от своей беспомощности, в первую очередь. Сумма просроченной задолженности сегодня или завтра, когда готова оплатить? Давайте выясним, что нужно, чтобы закрыть полностью кредит. Полностью внести оплату по вашему кредиту. В 4 раза? В 4 раза. 4 раза по 100 тысяч или 4 тысяч? Я сейчас распределюсь на сумму 26 тысяч, если по 26 тысяч. Вы мне зачем сейчас подблуждение? Я вас не понимаю. Во-первых, давайте-ка успокоимся, спокойненько эмоции свои куда-нибудь переместим виртуально домой, туда, на кухню. А здесь вернемся к общепринятому способу общения. Я еще раз спрашиваю вас, русским языком. Клиент Сбербанка хочет закрыть в течение, не в течение, а четырьмя платежами ответственность перед банком. Что я должен сделать? Какими суммами вы мне порекомендуете внести деньги? Я вам не могу это рекомендовать. А зачем тогда вы мне звоните? Вы же себя специалистом назвали. Я вам звоню по сумме вашей просроченной задолженности. Я вам четко обозначил ситуацию. Если вы хотите погасить кредит, вы полностью ваша просроченная задолженность можете в любое время. В 4 захода хочу. На передвижении вам нужно обратиться в банк, уточнить точную сумму вашего полуфи-жалка, если вам удобно, то так. Тогда, тогда... Меня интересует ваша просроченная задолженность. Меня она не интересует. Тогда вы не задавали. Нет, с вами это обсуждать не буду, потому что вы меня, во-первых, обманули, сказав, что вы специалист. На самом деле вы никакой не специалист, а в очень усеченном формате какой-то такой полуспециалистишка. Ноль, без палки. Который даже на элементарный и очень важный, кстати, для меня вопрос и, опять же, важный, важная ситуация для банка, вы не смогли мне дать ответ. В этой связи я очень порекомендовал вашему руководству прослушать этот разговор. Итак, я сейчас к общему знаменателю. Клиент банка хочет закрыть, в том числе и просроченные все свои задолженности, четырьмя платежами. Специалист банка не смог внятно ответить, как ему это сделать, и отправил к какому-то другому специалисту. Из чего я делаю выводы, что вы там не специалист, и мое желание закрыть этот долг улетучилось. Благодаря вам, Наталья Александровна Повержук. Я это уже слышал от вас. Банк ничего мне не сообщал по этому поводу. Нарушаю я статью, либо не нарушаю, это может определить только компетентное лицо, наделенное властью, решать и определять. Это судья. Вы можете только предполагать. И нарушаю я, по вашему мнению, закон или не нарушаю, это не вам решать. Ясно тебе. Я могу нарушать, по вашему мнению, только пункты договора. Это все, что вы можете определить на фоне своей компетенции. Решать, нарушена ли какая-то статья, а вы должны знать или не знаете. Я вам сообщу, что в гражданском кодексе более полутора тысяч статей. И четкий, однозначный вывод сделать. Нарушаю я статью, либо я пользуюсь своими гражданскими правами, потому что вы, в свою очередь, что-то нарушаете, и я вынужден сделать свой шаг. Вот это решение может принять только судья. Это судья Дредд. Поэтому, пожалуйста, вот эти амбиции свои переберите и задумайтесь, в первую очередь, над тем словом, которое вы употребили, обозначив себя как специалист. Вы, специалист, сейчас отбили желание у меня вообще, как у клиента, сотрудничать с банком и делать какие-то платежи. Хотя до вашего звонка я собирался это делать. А теперь я этого делать не буду. Вот и все. Вы закончили, Дмитрий Валерьевич? Закончил. Вам требует, чтобы вы погасили свою просрочную задолженность, так как в ваш адрес выставлен требование на расторжение с вами. Ничего не выставлено. Ничего. Трек номер письма. Трек номер письма мне сообщите, чтобы я поверил хоть этим вашим словам. Или вы... Трек номер письма. Что вам сообщите? Трек номер письма. Я вам лично письма это не отправлял, Дмитрий Валерьевич. Тогда у вас, как у специалиста, должна быть информация. Ваши, так называемые, психологи-специалисты, которые вас готовят к диалогам, должны учитывать, что люди уже давным-давно проснулись. И не такие дурные, какими были 5 лет хотя бы назад. То есть, если вы утверждаете, что мне было что-то отправлено на основании 165.1 статьи Гражданского кодекса, то вы должны эти слова подкрепить доказательством. Все, что вам необходимо сейчас продиктовать мне трек номер письма, я, находясь у компьютера, забиваю на сайте Почты России и вижу, где это письмо. Вручено оно адресату и вообще есть ли оно, это письмо от вас. У нас это письмо есть. А мне не нужно, чтобы оно у вас было. Вы мне... 15 ноября 2019 года. Докажите мне это. 15 ноября. Валерьевич, вы собираетесь оплату производить? Вы сейчас мне зачем все это рассказываете? У вас нету денежных средств для оплаты? Вы забыли, что было 2 минуты назад? Меньше 2 минут назад я вам сообщил, что я отказываюсь обсуждать это со специалистами из вашего колл-центра. В таком случае повторно вызвать Сибирбанка. Я возвращаюсь, ожидайте любых сотрудников. Задумайтесь, Наташа, над тем, как вы себя называете, специалистишка. Дело в том, что Татьяна Витальевна не выходит с нами на связь. Вы не знаете, с чем это может быть связано? Знаю. Я вам повторю. Вы позвонили в травматологию. Точнее, вы ей позвонили, трубку взял ее лечащий врач по совместительству главврач. Как вы думаете, знаю, почему она не может ни с кем вообще разговаривать? В ближайшие 6 месяцев не сможет этого делать. Понимаю. А когда вы с ней общались в последний раз? Вообще не общался. А если вы имеете в виду установка катетеров и проведение реанимационных мероприятий, то каждые 2 часа стараюсь. То есть вы совсем с ней не общались? Нет, очень сильно общался. Более того, пытаюсь ее вернуть к жизни. Она систематически убегает от нас в этом направлении. И мне такое ощущение, что я и вас пытаюсь к жизни вернуть нормального человека. Вы еще действительно не воспринимаете ситуацию? Просто не первый раз уже сотрудник Тинькофф банка звонит, и вот вы один к одному. Вас там по каким-то критериям набирают или что? У нас даже, знаете, вот этих солдат, которые на альтернативную службу к нам приходят, и то, мне кажется, отбирают более жестким. Ну, они только полы моют. И то мы собеседование с ними проводим. Я бы вот вас не взял, или вот перед вами звонил молодой человек, тоже бы не взял. Полы даже моют. Я услышала ваше мнение. Вот из-за этого я услышала. Вы можете сказать, по какому номеру телефона я могу позвонить, чтобы связаться с кем-то из близких или знакомых? Татьяна Витальевна. Я даже не специалист в юриспруденции, но точно понимаю. Точно понимаю, что я не имею ни морального, ни этического, ни правового, так скажем, права, каламбур такой получился, эту информацию сообщать. Это раз. Во-вторых, вы, сударыня, на такой должности находитесь, к сожалению. Но все-таки вы должны 230-й федеральный закон изучить. И мне про него уже давно известно, хотя мне не нужно его знать. И там четко написано, что вы не имеете права совершать коммуникации, как только вы узнали о том, что человек находится на излечении в лечебном учреждении. Да, это верно. И не обязан вам никто это доказывать. Вы сами должны провести проверку, но пока вы не подтвердите или не опровергните данный, конкретный факт, эту информацию, более вы не имеете права совершать звонки. То есть в вашем случае, я вам подскажу, сударыня, вы должны поставить пометку, что вы получили информацию, а я закончу. Я говорю специально медленно, чтобы вы соображать успевали. Так вот, вы должны поставить пометку у себя там где-то, о том, что вы получили информацию, что человек находится на излечении. Я закончил. В случае, если Татьяна Витальевна свяжется с вами, пожалуйста, передайте, чтобы она срочно перезвонила в банк для урегулирования ситуации. Давайте я вас сейчас... Побойте на линии чуть-чуть, я вас на психиатрию переведу. Вам там диагноз заодно поставят и пригласят на бесплатную консультацию. Именно вас. Номер горячей линии 8 800, 3 пятерки 57 75. Спасибо, что делили нам время. Всего доброго. До свидания. Надо подальше от таких, как вы, держаться. Это просто, это, знаете, латентный, буйный псих. Ну что, я желаю вам счастья, друзья, здоровья. Финансовое благополучие вам и вашим близким. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». Пока увидимся. Компания «Алям» оказывает юридические услуги по защите прав граждан в финансово-банковской сфере. За годы работы мы сформировали сильнейшую команду профессионалов, которые стоят на страже вашей безопасности. Мы готовы помочь всем, кто имеет проблемы с кредитами, ведь являемся одной из лидирующих компаний на рынке антиколлекторской деятельности. Конфликтные ситуации с банками, финансовыми организациями и судебные разбирательства отнимают массу времени и не дают спокойно спать. Наши клиенты экономят деньги, время и берегут нервы, так как мы работаем удаленно и сможем оказать услуги в любой точке мира. Компания «Алям» поможет избавиться от звонков коллекторов, остановить постоянно растущий долг перед банком, оптимизировать задолженности. В своей работе мы не используем нелегальных методов, действуем исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. Мы создаем условия, когда кредитору выгодно отказаться от претензий к вам. Мы делаем жизнь наших клиентов красочной и яркой, избавляя от массы проблем, навязанных кредитно-финансовыми организациями. «Алям» – законное решение проблем с кредитами.